А спонсор сегодняшнего ролика мой инстаграм. Подписывайся на мой инстаграм. Под каждым постом интересная история, свежие новости в ежедневных сторис и еще много всякого интересного. Впереди вас ждет небольшой сюрприз, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchMaker и сегодня я хотел бы поделиться с вами небольшой хитростью. Я сегодня ее подсмотрел у одного австралийского пользователя, BitsGap собственно, и мне эта идея показалась очень интересной. Я хочу поделиться ей с вами и я хочу, чтобы вы написали комментарий, что вы думаете по этому поводу. Итак, вся стратегия заключается в том, что вот допустим мы открываем любую рандомную монету в нашем случае, формируем канал, в котором эта монета должна ходить. Допустим вот такой канал меня устроит. Мы смотрим сколько процентов у нас здесь. То есть сетка получается общей шириной 27 с копейками процентов. Отлично. Если мы запускаем боты именно так, что происходит? Происходит закупка на все вот эти красные гряды. То есть у нас будет закуплено 11582 ОМ вот по вот этой цене, когда цена у нас находится вот здесь, потому что мы открываем, но когда у нас цена вот здесь. То есть средняя цена покупки у нас будет вот здесь. Что произойдет, если пойдет цена вниз? Цена пошла вниз, вниз, вниз. Мы все это дальше продолжаем выкупать, понижаем свою цену среднюю покупки, но не так сильно, как мы бы это могли сделать, усреднить цену, сделав немного по-другому. Вот мы сформировали канал 27,3%. Мы понимаем, что это для нас идеальная ширина сетки под конкретно эту монету. Что мы делаем? Мы берем и вот так вот опускаем, собственно, нашу сетку. Мы просто сформировали канал, да, и мы просто опустили его теперь вниз. Вот так. Примерно как раз до верхнего гряда, чтобы мы оставались в рынке, если цена вдруг пойдет вверх. Если цена пойдет вверх, наша функция Trailing Up будет поднимать нашу сетку, и мы будем просто закупать по цене выше. Ну, то есть торговать по цене выше. Если цена пойдет вниз, то мы, смотрите, видите здесь количество OM, которое куплено. Если мы делаем вот так, видите, какое количество OM куплено теперь. Если цена пойдет вниз, мы выкупаем постепенно все падение, и мы очень сильно усредняем цену по отношению с тем, если бы у нас было закуплено сразу там в десятки раз больше этого OM. Понимаете, да? Если цена пошла вниз, нашу сетку просто Trailing Up поднимает. Поэтому мы настраиваем здесь, чтобы у нас был один красный грид вверх на продажу, чтобы у нас это двигало сетку, если цена пойдет вверх. То есть так мы остаемся в рынке, цена идет вверх, Trailing Up поднимает нашу сетку. Но единственное, что нам нужно запомнить, это нам нужно запомнить, когда нам нужно остановить Trailing Up. То есть вам нужно записать цену, и если бы у нас была функция, которую мы очень ждем и просим разработчиков Stop Trailing Up, то мы бы автоматически настроили Stop Trailing Up на определенную цену, и то есть когда сетка поднялась бы до самого верха, Trailing Up бы автоматически отключился или остановился, или то есть, ну, понимаете. Вот такая вот стратегия, друзья. Что вы об этом думаете? В принципе, все логично. Единственное, что вам нужно запомнить, при какой цене вам нужно будет вручную отключить Trailing Up. А в целом стратегия очень даже выглядит интересно. То есть мы пошли вверх, мы закупаемся, ну и там продаем от движения цены. Если мы пошли вниз, то мы очень сильно усредняемся, если бы мы сразу же закупили наполовину средств монеты ОМ. Вот такая вот стратегия, друзья. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. А на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok